Всем привет! Журналисты. Работа у них интересная и странная, а порой даже опасная. В этом списке их охватывают совершенно разные истории. Общим среди них является то, что все эти репортеры были ранены в прямом эфире. В ноябре 2013 года один из журналистов навещал открытый каток. Во время интервью, Роско попыталась ехать назад. И тут неожиданно она падает камнем вниз. Она старалась смягчить падение руками, чтобы не разбить свое лицо на льду. И после этого она, как настоящий профессионал, встала и закончила свой доклад. В сентябре 2015 года спортивный репортер Дэвид Мора делал репортаж о футбольном матче. Во время разговора с ведущим из студии, Мора краем глазом заметил приближающийся автомобиль. К сожалению, он ехал так быстро, что Мора даже не успел закричать, прежде чем он был сбит машиной. Ведущий новостей продолжал рассказ и, к счастью, Мора, серьезно не пострадал. Скейтборд может быть очень опасен. В этом со мной несомненно согласится Майк Амор. Когда в ноябре 2014 года Амор делал свой репортаж, один фигурист не справился с управлением, и его скейт прилетел прямо Майку в затылок. В 2008 году канадский метеоролог Роб Лэтт делал стендап для истории о погоде, но он не знал, что его рассказ превратится в вирусное видео. Мы видим на видео, как один из гонщиков на полной скорости врезается в роба, отчего он взлетел в воздух, почти завершив сальто в 360 градусов. И все же, несмотря на боль, он находит силы взять микрофон и закончить свой диалог. После расстрела безоружного чернокожего мужчины, убитым белым офицером полиции, разразились гражданские беспорядки. На одном из них побывала журналистка Сара. Недалеко от горячего дома она разговаривала с Джейком, который находился в студии, когда кто-то бросил в нее камень, попав прямо в голову. Журналистка Алекс с 9 канала новостей испытала ужасные ощущения во время своего репортажа. Ее укусил один из муравьев-бульдогов, известный своим ядовитым укусом, и в порыве боли он заставил ее отклониться от сценария в ненормативной лексике. Если посмотреть это видео еще раз, не зная всех подробностей, то можно подумать, что она резко захотела в туалет. В 1988 году у Антеи Тернер был репортаж из Лондона для детских новостей. Идея была в том, что после того, как она скажет свой текст, она должна была уйти от фургона, и в этот момент парень на байке вылетит из задней части фургона через пиротехнику. Но все пошло не так, как планировалось, в результате чего руки лицу Антеи были сожжены. Израиль. Страна с постоянными конфликтами, который является одним из самых опасных мест в мире. Репортер Анна Хамид освещал акцию протеста в октябре 2015 года, в то время как в прямом эфире прямо в лицо Анне попал осколок от гранаты. Позже она появилась в эфире. Большая часть ее лица была покрыта бинтами. В сентябре 1999 года Боул Джейн делала репортаж за пределами школы Вест Роджерс Парк, которые были закрыты из-за утечки угарного газа. Извиняясь перед зрителями за шум, Джейн отошла на пару шагов от камеры, как вдруг к нее врезается машина на скорости 30 миль в час, в результате чего она получила серьезные травмы ног. В прямом эфире на канале Фокс у Мелиссы Сандер был репортаж на винном заводе, где она решила поучаствовать в конкурсе. Мелисса захотела схитрить, но, к сожалению, она спотыкается и падает лицом вниз, прямо на землю. Оттуда она кричит от боли и жалуется, что не может дышать, ведь она сломала себе несколько ребер, и ей пришлось провести несколько недель в больнице. Ну что ж, на этом все. Ставь лайк, если это видео было для тебя полезным, и не забудь поделиться им с друзьями, они тоже должны об этом узнать. Пиши комментарии и попадай в новый выпуск. А если ты еще не наш подписчик, то скорее подписывайся и смотри другие классные видео на нашем канале. Это будет лучшая благодарность мне за проделанную работу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok